Девушки отдыхают Сейчас будет на острие у нас Кокорин Вместо Дзюбы давайте возьмем, например, Рязанцева И отправимся в бой Отправимся в бой Сегодня я поставил Черышева вместо Хави Гарсии в центр поля Вицель у нас будет, так скажем, сегодня центральным разрушителем И Дани с Черышевым будут что-то придумывать Ну а на острие Шатов, Кокорин и Халк Играем мы в гостях Будет дождливая погода, как написано, ливень Но будем надеяться, что это нам не помешает Спартак против Зенита Да, идет-идет дождь Команды уже на поле У нас три забитых Три пропущено У Спартака Четыре забито Не лучшая статистика для команды верхней таблицы Но Сегодня, возможно, все изменится Шатов с мячом играет сразу на Кришта Кришта набирает скорость Прокидывает мяч дальше Удар поворотом И смотрите, сразу Очень опасно Пытались мы создать Кришта На набегающего Кокорина Пытались мы создать Остроту У ворот Спартака И до сих пор До сих пор Еще Еще одна подача на Кокорина И что там Нарушение правил со стороны Александра А Халк, к сожалению, не попадает В пустые ворота Ну посмотрите Спартак пока Сидит у своей штрафной Пытаются они выйти Перевод на другой фланг Очень-очень как-то скованно они Действуют Но вот сейчас Кроме с мячом Выпускает мяч За лицевую линию Горай Вицель Нужно поаккуратнее Смольников Играет на Халка Халк Ушел мяч Чуть-чуть Бразилец за него Не зацепился Широков Камбаров Здесь Здесь Тоски Ну вот Начинает ходить Мяч В ногах Футболистов Спартака Хороший перехват Отлично Ну какой штрафной Ну судья Ну Футболист Споткнулся Об ногу Бывает и такое Нет Решили все-таки Пробить Промесу мяча Будут разыгрывать Ну Интересно Конечно Но Не слишком Опасно Олег Шатов Вот сейчас Может что-то Получиться Шатов Набирает Скорость На фланге Входит В штрафную Удар Дании Нет Там будет Пенальти Гол не засчитывают Сбивают Шатова И будет Одиннадцатиметровый Удар Пробивал Шатов Его снесли Халк Подходит К мячу Разбег И Один Ноль Один Ноль Дорогие друзья Забивает На двадцатой Минуте Халк И выводит Нашу команду Вперед Мне интересно Была ли Желтая карточка Показана Футболисту Спартака Но Ни да Ни так Халк Забивает И гол Гол Нет Кажется Желтой карточки Не было Ну что Спартак Очень робко Начал эту встречу И Поплатился За это Хорошо Эх Эх Вот здесь Не прошло Не прошел Пас И Спартак Переводит мяч Налево Жану Анонидзе Пробивает И будет Угловой Спасает Ладыгин Сейчас Нужно Собраться Нашим Защитникам Пас Центр Удар Поворотом И перекладина Очень опасно Снова Жану Никто Его не Прикрывал Он Решил Пробить Сам И Был Прав В этой Ситуации Олег Шатов Олег Шатов С мячом Ну и Здесь Желтую Карточку Нужно Давать Судья Нельзя Жалеть Такие Нарушения Банучи Получает Предупреждение Или нет Нет Судья Его Пожалел Черыш Умича Но у нас Стеночка Решила Выйти Поближе Здесь Халк Может Пробить У нас 36 Метров До Ворот Разбег Халка Удар И Прямо В руки Галкипера Черыш Черыш Играет Нашатова Шатов С мячом Дани Пытался резко Дани Развернуться С входом Штрафную Но к сожалению Не получилось У него Как следует Ну а здесь Смотрите Смольников И Халк Пытаются на фланге Выцарапать мяч Ой-ой-ой Вот это Опасный Привоз Но Зуев Зуев Молодец И Сохранил Мяч Ну практически Практически Сохраняет Мяч Чуть-чуть Техники Ему не хватило Чтобы Сделать Передачу На Халка Халк Уже Здесь Вовсю Идет В отбор И 1-1 Вот так Спартак Отыгрался Очень быстро Получилась Комбинация И Велин Попов Сравнивает Счет На 34 Минуте Проморгали Мы здесь Этот пас Разрез Прострел И Гол Вот так Спартак Сидел Сидел Отбивался И Посмотрите Смог Забить Кришта Играет Дальше На Вицеле Здесь Смольников На Халка Халк С мячом Халк Простреливает И Снова Снова Вратарь На месте Кришта Пытался Сделать Сделать Обостряющий Пас Кокорину Но До него Мяч Не дошел А здесь Уже Промес Нет Это снова Эвелин Попов И посмотрите Здесь все Проскакивают Опасно Было Халк Смольников Играет На Черышева На Черышева Черышев С мячом Не получился Проход И только Горай Только Горай Помогает В этом Эпизоде Выцарапывает Мяч Из ног Футболиста Спартака Снова Снова Опасно И какой Удар И попади Сейчас Мяч В ворота Мне кажется Ладыгин Бо уже Не спас Близится Конец Первого Тайма Успел Халк Протолкнуть На Мигеля Дани Но Тот Упускает Мяч Хорошо Кришта И снова Как-то Кокорин Пока Не вписывается В атаку И первый Тайм Друзья Закончен Закончен С равным Счетом 1-1 Ну Поначалу Мы Атаковали Острее Потом Как-то Это Этот Накал Прошел Давайте сейчас Попробуем Сделать Небольшую Перестановку Поменяем Поставим Центр Халка Сюда Поставим Черышева Вот сюда Дани И вместо Кокорина Выпустим Челханаглу У нас получается 1-2-3 4-5 5 русских Футболистов Все в порядке И у Спартака Замена Пытаются Они Обыграться Друг с Другом Пас Центр Перевод На другой Фланг Здесь Кельгарай Хорошо Дани Не получился Пас А здесь Оффсайд Хорошо Смогли мы Оттеснить Спартаковцев Из нашей Штрафной Челханаглу Халк Снова Челханаглу Не догоняет Эх Не догоняет Там Очень здорово Халк уже выдавал Пас Кришта Челханаглу Теперь он На Халка Пытался сыграть Ну вот Мне кажется Эти ребята Сейчас что-то Придумают Здесь ошибается По-моему Гарай С передачей И Могло быть Опасно Вицель Подставлял Корпус Казалось бы Уже вытеснил Футболиста Спартака Но нет И здесь Снова мяч Достается Спартаковцам Ладыгин Играет На Смольникова Смольников Челханаглу На Халка Халк Вицель Снова Халк Эх Не получилось Там еще и Халк уронил Футболиста Спартака Здесь нужно Уже Вперед Бежать Хорошо Черышев Можно на фланге Ускориться Немножко цепляет Его Камбаров Черышев Будет подача Подача есть Здесь Халк Эх Не цепляется Не зацепился За мяч Дани И у Черышева Не получается пас Чуть-чуть Поточнее И все Было бы намного Опасней Тоски Чуть не привез Себе Попов Отыгрывает Назад Дани Пошел Прессинговать Нужно Нужно Навязывать Остроту И борьбу Пускай Спартак Пасуется у себя У ворот Удар Поворотом Это Роман Широков Пробивал Снова Очень опасно Но Не очень точно Азбилис Выходит Вместо Жану Ананидзе Еще один Быстрый Скоростной Футболист Хорошо Кришта И угловой Будет Пытался Кришта Прокинуть Себе на ход Подача Вицель Нет Первый Ребров Забирает Мяч в руки Быстро Вводит Вперед И Выигрывают Спартаковцы Этот мяч Промес Челхан Агус Ревнуется В скорости Здесь Ладыгин Молодец Ой-ой-ой Вот это Опасно было Вицель Горай Хорошо Смольников Не точно Нахалка Ну и что Кто же победит В этом матче Или останется Ничейный результат Олег Шатов Челхан Аглу Дани Кришта Играет На Смольникова Смольников Смечом Черышев Вицель Эх Не прошел Пас От Вицеля И вот Здесь Быстрый Промес Горай Красавец Олег Шатов Дают пройти Но не дают Ударить Велин Попов Гораева уронил Остановки не будет Потому что С мячом Спартак И все меньше Времени До конца матча Опасно Удар Поворотом И спасает Ладыгин Будет Отложенная Карточка Гора Ее по моему Получает И давайте Посмотрим Что у нас По заменам По заменам По заменам Предлагаю Вместо Дани Выпустить Гарсию И Ткачука Вместо Шатова Попробуем Есть еще Пять минут Будет Будет Аут Аут В пользу Спартака Последние Пять минут Встречи Здесь Овсад Ну что Попробуем Провести Еще одну Атаку Кришта Халк Тащит Мяч Сам Удар Поворотом А добить Ткачук Ну куда же Ты Не вложился Он в этот Мяч Не вошел Еще в игру На сто Процентов Чтобы Можно было Замкнуть Такую Передачу Снова Халк Чалхан Аглу Нет Снова Не получается Вы посмотрите Как отбивается Спартак И Звучит Финальный Свисток Счет 1-1 Боевая Ничья Могли Пропустить Еще и мы Мог пропустить Еще и Спартак Но Что Случилось То Случилось По ударам Как вы видите Тоже весьма равная игра По владению Мячом Отборы В принципе Очень Очень Ровная игра И давайте же Смотреть Как сыграли Наши Конкуренты Наши Преследователи На каком Месте Ну и как то В этом матче Мне кажется Кокорин Себя не очень Проявил Так что у нас В офисе Дисквалификация Окончена Это Артем Дзюба Мы по прежнему На первом месте Но еще кто то Там не сыграл Последние 10 часов Трансферного Окна Показывают нам Самые дорогие Трансферы Челси Хочет приобрести Буатенго Не знаю Получится у них Это или нет Главные сделки Кто здесь еще Новейшие Сделки Ничего себе Мартинс Переходит В Краснодар Вот это да Видите Наши соперники Тоже усиляются И у нас В офисе появилось Какое-то Предложение По всей видимости Предложение о трансфере Аксель Вицель Кто то хочет Валенсии Его хочет купить За 37 миллионов Мы Это предложение Отклоняем И двигаемся Дальше Ювентус хочет Приобрести Алабу У Баварии Тоже весьма Интересный Трансфер И очередное Какое-то предложение В последние часы Приходит нам Здесь Мигель Дани Уже Его хочет Приобрести Спартак За 25 с половиной Миллионов Но Конечно же Мы Отклоняем Это предложение Пускай Дани И 32 Но он Делает Довольно много Для клуба И Очень важен В нашей схеме Пускай Чалхан Аглу появился Но он Не столь Еще Притерся К составу И Надо наигрывать Надо наигрывать Последние Два часа Почти что 81 миллион Потрачен За сегодня И все Трансферное окно Друзья Закрыто Смотрим Что у нас в офисе Новости России Трансферное окно Закрыто И Поглядим С кем У нас Следующий матч По-моему Он должен быть С ССК Если мне не Изменяет память Пост Португалии Интересно И интересно Напишите Ребят В комментариях Хотели бы вы Видеть меня На Посту Главного Тренера Сборной Португалии Если да То Мы примем Это предложение Огромное Спасибо За просмотр И Увидимся Пока Пока-пока